Грибной сезон это не только полные ведра подберезовиков, лисичек и белых грибов. Это еще и пропадающие в лесах люди. Только за минувшие выходные в городском округе заблудились две пенсионерки. Одну из них уже вторые сутки ищут спасателя. Подробности у Виталия Мотина. Это окрестности поселка Молодежный, откуда в воскресенье утром 83-летняя Людмила Суслова ушла за грибами. Женщина должна была вернуться через пару часов, но этого не случилось. Родные пенсионерки забили тревогу. На точку входа в лес, как говорят профессиональные поисковики, выехали 14 волонтеров. Окрестности поселка они прочесывали весь день и всю ночь. Найти пожилую женщину удалось только в 6 утра следующего дня. Лес мокрый, шел дождь. Лес тяжелый, это и буреломы, там и болотина, заболоченная местность. И овраги. Было очень тяжело, но справились, бабушку нашли, вывели. Ей не было плохо, она вышла как бы бодренькая еще, в нормальном состоянии. Вот только отоспаться после тяжелой ночи Андрею Круглову так и не удалось. Руководитель поискового отряда Абрис успел лишь переодеться в сухую одежду, а тревожный чемоданчик и вовсе не разбирал. Сейчас тогда ориентировку делаем и координаты с точки сбора. Все хорошо, спасибо. Недалеко от Новоуткинска в лесу потерялась еще одна пожилая женщина, 83-летняя Росима Исубзианова. Она тоже ушла в лес за грибами и даже не одна, а с сыном. В какой-то момент он потерял ее из виду, а на крики она не отзывалась. В настоящий момент в поисковых мероприятиях задействованы 7 сотрудников полиции, одна служебная собака, волонтеры поисково-спасательных отрядов города Первоуральска, а также местные жители поселка Новоуткинск и родные разыскиваемые. У пенсионерки есть с собой сотовый телефон, но, как оказалось, в зоне поиска отсутствует сотовая связь. Спасатели напоминают, современный гаджет не всегда может помочь в такой ситуации. Если вы заблудились, надо ориентироваться по дереву, по солнцу. Но надо выходить на шум дороги, железнодорожной дороги и двигаться вдоль полотна. Если вы вышли к воде, то надо двигаться по течению. Поиски Росимы Исубзиановы продолжаются. На данный момент она провела в лесу уже сутки. С собой у женщины только корзина для грибов и нож. Виталий Модин, Андрей Волков. Новости Первоуральск.